Как ты понимаешь, парус сконструирован не для работы под водой, он лучше работает в воздухе. Располагая матчасть в идеальном положении, очень важно, чтобы парус плавал на поверхности. Для этого всегда тяни мачту за собой. По мере того, как ты тащишь матч, то вода будет сливаться с паруса, и он выйдет на поверхность. Таким образом, тебе будет намного легче поставить матчасть в оптимальную позицию. Если ты достаешь дно ногами, то можно просто уходить от паруса. На глубине плыви головой от мачты и работай ногами под парусом. Так эффективнее. Так что всегда уплывай от мачты, чтобы поднять парус на поверхность. Когда парус поднялся на поверхность, нужно убедиться, что мачта расположена под прямым углом к ветру. В этом положении ветер попадает под парус по всей его длине, обеспечивая хорошую подъемную силу. Для расположения мачты под прямым углом к ветру обычно требуется, чтобы опи руки держали мачту с широким хватом. Это можно сделать, либо держа мачту обеими руками, либо одной рукой держа мачту, а другой доску. На глубине работа ногами по кругу позволит развернуть матчасть. Если шкотовый угол оказался рядом с хвостом доски, то нужно использовать силу ветра, чтобы перевернуть парус. Расположи мачту под прямым углом к ветру, так чтобы гик был направлен прямо на ветер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова